Терминатор 2 Терминатор 2 Битва с боссом, наверное, самая никчемная из всех Требуется столько пуль, сколько вы никогда не видели Все, что мы делаем, это стреляем, стреляем, стреляем В версии на Genesis босс похож на робо-робота Но в целом это почти та же игра, только с парой изменений Некоторые звуки стали лучше В версии на Super Nintendo, когда попадаешь по солдатам, они орут нет Что довольно тупо А в версии на Sega они просто кричат Серьезное улучшение Иногда не хватает анимации Посмотрите на бочки, огонь даже не движется В отличие от версии на Super NES, бонусы дают сразу на первом уровне Они вылетают из маленького холодильника И, похоже, никогда не кончаются Сколько вещей может поместиться в этой крохотной коробке? Худшая часть это та, где надо защищать Джона Коннора Все, что происходит, его убивают и вы проигрываете Эта игра бессмысленна и беспощадна, хотя и принесла ряд новшеств Домашние консоли пытались помочь раскрыть ее потенциал с помощью суперскопа Sega Menacer Но нормально сыграть получалось только на автомате Ее даже портировали на Game Boy Вот это реально убого Перейдем к Терминатору 2 на NES Эта маленькая радуга смерти говорит обо всем Клянусь, я не подстраиваю это Так выходит, что игры от LJN держат у меня пальму первенства среди говеных игр Они также стоят за каждой версией Терминатора 2 На все домашние консоли и даже на порты с автоматов LJN с гордостью представляет Это точно Эта игра представляет собой ответвление от аркадных версий Уровень первый, вы Терминатор Бегаете среди грузовиков и мочите людей Это монотонное битье по кнопке И чтобы их уложить, нужно куча ударов И вам наверняка захочется пробежать мимо них Но не прокатит, потому что весь смысл игры замочить всех и каждого Звуковые эффекты полная задница, это просто Нет разницы между тем, как месить кого-то или воздух Могли бы сделать хотя бы два звука Боже, это займет целую вечность Когда вы между двумя, вас продолжают гасить Но даже если они с одной стороны, то собираются толпой и также вас мочат Это первый уровень, но меня уже тошнит от игры Теперь вы идете в бар, как в первой сцене фильма Опять надо всех замочить Они продолжают вылезать из-за стойки Сколько же их там? А вот и босс И че это за чувак? Он выше вас Разве вы тут не Терминатор? Или гребаный Шварценеггер? Это не влияет на ваш размер Смотрите, я сдох Он прикончил Терминатора, машину И голыми руками Это абсурд Если я присяду, он не может попасть в меня Так что я буду мочить его, сколько захочу Но это продолжается так долго, что я не могу сказать, наносится ли ему урон Так зачем его делать вид, что ему больно? Когда это на самом деле не так Похоже, я драчиваю ему Его можно убить, просто это требует немного терпения Уровень 2 единственный на мотоцикле Одно надо запомнить Нужно стрелять в двери, чтобы открыть их Иначе вы разобьетесь Даже после этого вы все равно можете врезаться в стену, если вы не идеальны Как в бар против мира Когда вы на Великой Китайской стене Я ненавидел это дерьмо Но еще больше раздражает грузовик Он появляется внизу экрана и начинает притягивать вас Он что, оборудован магнитом? В первый раз я не имел понятия, что делать Я думал, нужно ускориться Но не нашел, как это сделать А нужно было стрелять назад И все, что надо, стрелять в грузовик И тогда он словно отбросит вас вперед Но стрелять в грузовик и следить за дорогой в одно и то же время Это весьма напряжно Затем вы спасаете Джона Коннора И он заставляет вас поклясться никого не убивать Вот уровень 3, вы начинаете в больнице, пытаясь спасти Сару Нельзя ни в кого стрелять, если только не в ноги Что несложно, но заставляет вас выглядеть глупо, постоянно приседая Я имею в виду, это первый раз, когда вам дают пушку И нельзя никого убивать Уровень 4, вы в Кибердайн Миссия разнести к чертям здание Вы собираете бомбы, которые похожи на Ну не знаю, на безголового цыпленка, держащего дохлую крысу Что вы этого не видите? Ну не знаю Вы берете бомбы и кладете их в непонятную хреновину И вы думаете это все? Нет уж Вы берете бомбы назад и несете в нужные места Ладно, в чем смысл-то? Почему бы сразу не отнести бомбы куда надо? Я могу только представить, что они там думали Эээ, ты кладешь сюда бомбы Хорошо, а что дальше? Эээ, как насчет, ты достаешь их назад И кладешь в другое место Я чувствую себя какой-то псиной Экипай мой мячик, принеси его назад Теперь неси снова туда же Двинутые уроды Пятый уровень, это кошмар Куда бы вы ни шли, нужно прыгать по движущимся платформам Вашей точности лучше быть идеальной, иначе вам капец Черт! Это невозможно Это дразнит тебя, будто сейчас опустится Но ничего подобного Прыжок нужен крайне дальний А платформа даже не стоит внизу долго У вас только микросекунда на прыжок И тут вылетает сраный фаербол Этот прыжок одна из самых суровых вещей, что вы когда-либо делали в жизни Есть еще прыжок, в котором, вероятно, глюк Да ладно, это убило меня? Я приземлился на трубу, не на лаву Если падение на трубу убивает меня Почему бы не нарисовать там лаву? Как насчет вот этого? Это не платформа? Так каково она так похожа на платформу? Тут куча серьезных недостатков Наконец вы сражаетесь с Т-1000 Своими кулаками Если у вас не осталось немного патронов после Кибердайна Просто на этом уровне вообще нет патронов Так что мочим его голыми руками, больше нечем Я считаю, что им стоило предоставить нам кучу вооружения Это же последняя битва Если посмотреть на другие игры, например, на Кастальванию Перед встречей с Дракулой есть место, где можно восполнить жизнь и предметы Хоть это и секреты, но они есть И даже в главном коридоре есть оружие А тут у вас нет ни хрена Когда вы толкаете Т-1000 в лаву, вы выиграли А потом видите сюжетную сцену Похоже, они взяли все сцены из фильма Что неплохо, но почему они отказались от темы фильма? На очереди у нас Терминатор 2 на Game Boy Для портативной консоли тут не о чем особо жаловаться, даже на графику На самом деле игра вполне ничего Вы играете за Джона Коннора в будущем И ищете путь в Скайнет Первый уровень кажется весьма простым Пока вы не даете до лазерного барьера в конце И вы идете назад, пытаясь понять, что делать Затем вы понимаете, что можете стрелять в эти башни Я уничтожил их, а барьер все еще на месте Оказывается, нужно мочить башни по порядку От высоких до низких Что за рандомная хренотень? На втором уровне вы в Скайнет Тут все более-менее очевидно Но эти мины настоящий геморрой Я не могу их пристрелить И перепрыгнуть тоже не могу И кстати, вы думаете, это одна из тех игр, где три жизни И нет продолжений А здесь жизнь только одна Все правильно, умираешь один раз и конец игры Мысль пройти игру, ни разу не сдохнув, совершенно безумна В конце второго уровня вам нужно перепрограммировать Терминатора Ага, значит вот как Коннор это сделал Я не думал, что эта часть истории будет в игре Нужно лишь соединить провода так, чтобы ток пошел куда нужно Но время ограничено и заканчивается тогда, когда вы понимаете, что нужно делать Нельзя даже поставить на паузу, чтобы разобраться, потому что экран становится белым Хотя у вас тут две попытки, но просрете их, вам конец Последняя игра, слава богу Терминатор 2 на Супер Нинтендо И тут нет темы Терминатора Нет, разумеется Это ее какой-то говеный ремикс Как они могли сделать столько игр по Терминатору и не добавить музыкальную тему? Единственная версия, где я это видел, была на Sega CD Посмотрев демо, мы видим голого Арнольда, идущего к бару И они сделали это в стиле Остина Пауэра Вот ржака Нажав старт, вы пропускаете эту сцену Теперь у вас есть одежда, и вы ходите и бьете людей Все, что я могу сказать, это Боже мой! Управление просто ужасно Это так тупо, что нельзя ударить того, кто слишком близко А зацените прыжок Это что такое? Как будто он марионеткой, подвешен на невидимой веревке Святый Боже, вы только посмотрите на это! Господи! Я не вижу в этом смысла Нельзя сделать что-то смешное случайно Они взяли такого плохого парня, как Терминатор И сделали из него посмешище Это какая-то шутка Я не делаю это, чтобы поржать Просто он ходит медленно Единственный путь двигаться быстро, это скакать вокруг, как мудак В отличие от ИНС-версии, целью не является всех замочить, потому что они никогда не заканчиваются По сути, это хорошая шутка, чтобы разыграть кого-то Эй, давай, замочи всех чуваков Я уверяю вас, он будет играть вечно Цель найти пистолет и дробовик А еще нужно найти телефон Джона Коннора Но и этого недостаточно Нужно собрать объекты будущего Я не знаю, что это за хрень такая, но они похожи на кулеры или аптечки Я не помню такого в кино, так что зачем было включать их в игру? Когда вы первый раз играете в эту игру, вы можете подумать, что присев рядом с этими штуками, вы соберете их Но нет, нужно навести ствол и замочить их Теперь посмотрим на задание Тут написано «Собрать объекты будущего» Если только у вас нет ассоциации «Собрать» значит разнести к чертям Не лучше ли было написать «Уничтожить объекты будущего»? Только одна вещь меня радует, это то, что все вещи в этом баре взрываются без особой причины Можно даже бить официантку Любой разумный человек вырубит игру, не дойдя до конца первого уровня Но я решил попытаться продолжить И что я вижу? Это Этот крохотный мотоцикл, можете поверить, это вы Его невозможно отличить от других Первое, что я заметил, это то, что умираю раньше, чем понимаю, что тут происходит Ах да, к слову, одна жизнь Умрешь раз, и все заново Они реально прицепились к этому формату Вся игра за один раз Это невообразимо О боже, я врезался в грузовик, мотоциклом И грузовик взорвался Вот что я скажу, я так и не понял, как этой штукой управлять Главная проблема, это то, что я не понял, как поворачивать Похоже, нужно держать крестовину и кнопку Y Но я так и не допер И после всего этого, без преувеличения, я скажу Это худший уровень с вождением, который я видел в моей жизни Ролик Роджер был плох Дик Трейси был ужасен И тогда я думал, что он худший Но когда я поиграл в это Вау, теперь она круче всех Дальше я пройти не смог И это, похоже, все игры по Терминатору, в которые я собирался сыграть В заключении, награда за самую говеную игру присуждается вот этой Потому что из всех игр по Терминатору это худшее И вдобавок, если принять во внимание ограниченность Нинтендо И возможности Супер Нинтендо Нелогично думать, что Супер Нинтендо будет гораздо лучше А еще это и сиквел, то что нет оправданий тому, что игра не стала лучше Сделайте себе услугу И никогда, ни за что не играйте в нее Потому что нет судьбы Мы создаем ее сами Выберите верный путь и уничтожьте этого сукиного сына Прощай, детка Озвучил Псих Продолжение следует...